Солдат шилом бреется, дымом греется. Эта старинная поговорка особо актуальна в отношении разведчиков. Вот уж кто действительно большую часть службы проводит в лесах или полях. Лариса Кущерова провела в разведке двое суток и на себе испытала приемы выживания. Нередко от действий одной небольшой разведгруппы зависит успех масштабной боевой операции. Для того, чтобы выполнить поставленную задачу, разведчики должны уметь выживать в экстремальной ситуации. О том, как они к этому готовятся, мы узнаем сегодня. К сожалению, ваш гражданский наряд не соответствует сегодняшнему занятию. Вам необходимо переодеться и экипироваться. Хорошо, иду переодеваться. Для проведения занятий я переоделась в маскалат, который называется «Партизан». Для того, чтобы максимально слиться с окружающей средой. Рюкзак разведчика должен быть объемным, то есть вместительным. Очень многое зависит от удобства ременно-плечевой системы, которая позволяет равномерно распределить переносимый вес, что заметно облегчает перемещение и выполнение других специальных действий. Один из главных аргументов выживания – боевой автомат АК-74. Оперативно гримируюсь, без этого в лесу никак. И поверьте, это не единственное личное открытие в ходе многодневного выхода. Разведгруппы всегда передвигается в строгом соответствии с боевым порядком. Впереди идет головной дозор, затем ядро группы и замыкает колонну, так называемый, целовой дозор. Если головной дозорный и целовой дозорный вовремя не обнаружат противника, то, естественно, группа просто-напросто погибнет и не выполнит главную свою задачу. Особое внимание в подготовке разведчиков уделяется следопыте. Знать, читать следы должен каждый разведчик. То есть примерно, сколько прошло пехотинцев, как двигались, с тяжелым выражением, с легким вооружением, сколько машин, в каком направлении, тяжело гружены, не тяжело, то есть везли что-то. В дальнейшем все это складывается в целостную картинку. Живучесть группы во многом зависит от умения маскироваться. На форме разведчика находятся специальные петли для крепления элементов маскировки. Каждый из них оттачивает мастерство маскировки до совершенства. Рядом со мной несколько разведчиков. Вы видите их? Я нет, а они есть. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что, устали? Справляюсь. Ну вот только начало. Впереди еще несколько суток. Вязались будем эти до конца. У меня вопрос, что идет разведчик? Так скажем, сборовые растения съедобные. Корень аира. Произрастает практически по всей Беларуси. Очень хорошая вещь. Можно его использовать в сыром виде. Можно варить, можно просто напросто жарить на угольках костры. Достаточно вкусная. Утоляет голод. Можете попробовать? В чем-то кокос напоминает. Белорусский кокос. В большом счете, белорусский съедобный стойк. Разведчики, имея свои практические навыки, определяют, где этот зверь уходит. Используют соответствующие навыки в приготовлении селков. Ловят этих зверей съедобных. И используют в пищу. Чтобы приготовить мясо из отловленного зверя, надо развести огонь. Каждый разведчик знает несколько способов, как это сделать. Есть довольно экзотические варианты. Соединение древнего оружия лука и современного химического элемента марганца. Некоторые используют старое проверенное огниво и нож. Я тоже решила попробовать. Теперь можно приготовить пойманную живность. В обеденном меню разведчиков запеченные на огне лягушачьи лапки. Одна лапка порядка 40-60 килокалорий. Для разведчика очень нужная вещь. Пробуйте. Взялся за гуш. Не говори, что не дешь. У меня сегодня вечер кулинарных открытий. На курицу похоже. Прибыли в район отдыха. Оборудуем дневку. Никогда не понимала, почему ночная стоянка лагеря называется дневкой. А все потому, что ночью разведчики, как правило, выполняют задачи. А днем отдыхают, отсыпаются. Отсюда и название привала – дневка. Очень приятно в конце измирительного дня вечер провести в такой уютной, то есть еще домашней обстановке. Но мне кажется, выбрала самое королевское место для отдыха. Спокойной ночи. Увидимся завтра. Несколько часов сна, усталости, как не бывало. Вновь в строю готова стойко переносить тяготы и лишения. А их, похоже, до конца полевого выхода будет еще немало. Проверила на себе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова